Сколько бесов помещается на кончике иглы? Спорами на эту занятную тему развлекались средневековые богословы. А я про бесов вспомнил во время заседания Рижской комиссии антикоррупционной, то есть в Рижском самоуправлении, в Рижской думе, есть комиссия, в которую входят чиновники, депутаты, где регулярно обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией. На этот раз руководители структурных подразделений Рижской думы, с одной стороны, и представители антикоррупционного государственного бюро, с другой стороны, спорили на тему, в каком объеме необходимо заполнять регулярные отчеты о борьбе с коррупцией. Оказалось, что рижские чиновники тратят даже не часы и даже не дни, а месяцы на заполнение таблиц в Экселе, где обозначаются риски коррупции, им присваиваются некие коэффициенты, то есть высокая коррупция, низкая, там 0,25% и так далее, потом они умножаются на другие придуманные коэффициенты, и при этом надо еще следить, чтобы арифметический результат полностью не совпадал с отчетом, предыдущим отчетом по борьбе с коррупцией. Вот такая вот никому не нужная бюрократическая работа, на которую тратится рабочее время, и, конечно же, люди получают за это зарплату. Но представители КНАБа были непреклонны. Они сказали, что, конечно, вы можете что-то изменить у себя, где-то что-то сократить, но, в общем и в целом, заниматься этой бумажной работой необходимо, это такой наш латвийский способ борьбы с коррупцией. И, в общем и в целом, латвийская административная система, она вся погрязла в бюрократии. Вот эта вот бюрократия, лишняя бумажная работа, она позволяет принимать на работу людей, которые близки по происхождению, по образованию, по образу мыслей, давать этим чиновникам какие-то искусственные поручения, плодить им зарплату и дарить им чувство собственной важности. В результате количество весов на игле государственного бюджета Латвии стремится к бесконечности, а латвийская республика стремится к последнему месту по уровню развития среди стран Европейского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok